Здравствуйте, дорогие друзья! И снова мы поговорим о художественном образовании. И сегодня мы с вами зайдём в Академию художеств. Академия художеств находится на университетской набережной Санкт-Петербурга и является старейшим художественным учебным заведением в России. В Академии есть музей. Это постоянный музей, в котором находятся фонды этого учебного заведения. Можно прийти посмотреть. И в двух залах, даже не в двух, наверное, этих залов больше, проходят временные выставки. Но основные, конечно, большие два зала, они находятся вот здесь, на втором этаже. Здесь, вот в этом помещении, которое сейчас видите, проходят защиты дипломов. Они проходят в июне. И всем, кто мечтает учиться в Академиях, я бы советовала прийти и посмотреть защиту дипломов, послушать, о чём говорят, какие требования выдвигают, и посмотреть работы, которыми защищаются выпускники. И сразу вам будет понятно направленность учебного заведения, его уровень. В общем-то, это, я считаю, очень интересно. А сейчас мы с вами посмотрим выставку преподавателей Академии, ежегодную весеннюю выставку. Здесь можно посмотреть работы преподавателей живописи, графики, скульптуры. Достаточно большой штат педагогов. Конечно, это все профессиональные художники. У каждого есть свой какой-то творческий подчерк, своя манера. И здесь, в общем-то, можно посмотреть, так скажем, его творческое лицо, это педагога. Хотя, конечно, несколькими работами сложно составить общую картину. Но, тем не менее, эта выставка отражает какие-то последние тенденции в направлении творчества того или иного художника. Несколько слов о структуре Академии. Здесь есть отделение живописи, графики, скульптуры, архитектуры, реставрация. В живописи тоже различных направлений несколько. А именно, это монументальная живопись, станковая, театральная. Также и графика имеет различные направления. Это станковая, книжная. В общем-то, более полную информацию можно, наверное, посмотреть на сайте Академии художеств, так же, как и уточнить приемные экзамены. Вообще, в Академии всегда, конечно, был высокий конкурс. И подготовку надо иметь значительно, ну, серьезную, серьезную. На экзаменах рисуют, ну, может быть, не на всех факультетах, надо уточнять, но рисуют модель. То есть вы должны не просто быть с базовым каким-то образованием, как, не знаю, художественная школа, когда вы рисовали натюрморт, вы должны иметь рисовать гипсы, модель. И, собственно, даже подготовительный, пройти подготовительный отборочный тур допуска к экзаменам тоже удается не всем. То есть кого-то могут до экзаменов даже не допустить. Поэтому, если кто-то собирается, то готовиться надо серьезно. Есть подготовительные курсы. Возможно, кто-то занимается частным образом. Но, да, готовиться нужно серьезно. И не все поступают с первого раза. И надо понимать, на какое отделение вы готовитесь. Потому что живопись, например, на архитектуре, насколько я знаю, это акварель. А живопись на отделение, на живописное отделение, там пишут уже маслом. То есть везде свои есть особенности, так скажем, да. Поэтому надо все узнавать, уточнять и понимать специфику каждого учебного заведения. Ну, а мы продолжаем смотреть работы. Я не буду называть имена всех преподавателей, поскольку я всех и не помню, а называть отдельных не буду, потому что другие тогда обидятся. Выставка пока продолжает свою работу, поэтому, если у вас будет возможность посмотреть, кто-то захочет, это нужно сделать. А кто собирается поступать, конечно, надо побыстрее, побыстрее озадачиться и посмотреть условия вступительных экзаменах в этом году и, соответственно, понять степень своей готовности. Но готовиться иногда по году. Ребята ходят на подкурсы, рисуют, я знаю. Конечно, если вы заканчивали, например, художественное какое-то лицея, училище, то, возможно, у вас уже есть серьезная базовая подготовка, потому что в свое время, конечно, в Академию поступали уже достаточно хорошо подготовленные в училищах, в лицеях ребята. То есть это были художественные, средние учебные заведения и тогда, конечно, уже поступить было гораздо легче и многие уже поступали. Академия всегда, насколько я помню, насколько я помню, не знаю, конечно, всегда имела такое академическое направление. И, в общем-то, она со своих позиций старается не сходить, несмотря на влияние моды, каких-то новых современных тенденций. Она все-таки несет свое такое лицо, такого базового крепкого рисунка, такое академическое понимание такого тоже классической живописи и, соответственно, понятие композиции. То есть здесь, например, вас не научат дизайну или каким-то абстрактным вещам, которыми могут, например, заниматься в Академии Штеклица, где другая направленность. То есть здесь, в общем-то, вы видите композиции, которые рисуют преподаватели, что связано с войной, с победой. Вот такие вот вещи. Если вам это близко, то тогда ваша учеба здесь сложится. Если это вам не очень близко, то будьте готовы к тому, что вас здесь не поймут. Поэтому, когда вы идете в какое-то учебное заведение, лучше, конечно, трезво оценивать, что вы там хотите получить. Мое мнение, в Академии можно получить прекрасный академический рисунок. Опять же, надо выбирать педагогов, мастерские. Как правило, очень такой крепкий рисунок на монументальной живописи. Он может быть немножко такой по манере, то, что я видела на просмотрах. Тоже штампы там есть определенные. Но выглядит он достаточно убедительно. Жилопись живопись как таковая. Ну, вот мне, например, такие вещи, вот мне очень понятно, зачем это делать. Вот то, что мы... Я показываю не потому, что мне все это нравится. Или вот, например, такая вещь, да. Едут в автобусе все наши поэты. Мне непонятны многие вещи. Вот в наше время зачем такое делать? Вот честно скажу. Но у каждого свое мнение, у каждого свое меропонимание, у каждого в искусстве чем-то занимается своим. Поэтому, если вам это близко, ну, вот смотрите, можно рисовать Ленина, можно рисовать богатого китайца. рисунок великолепный. И вот лучше ли это, чем Серов и Врубель? Не знаю. Не знаю. Ну, вот, пожалуйста, вот такие есть образцы. Такие есть образцы. Ну, вот такая есть живопись таких хороших традиций, да, таких близких к коровинам. Есть такая живопись. Ну, надо также понимать, что, когда вы идете в каком-то преподавателю, преподаватель-художник не равен преподавателю-педагогу. Поскольку иногда бывает, что, может быть, преподаватель, ну, вот как Чистяков, он уже не был каким-то самым гениальным художником, но он был великолепным преподавателем, который сумел не задавить индивидуальность в своих учениках. И Серов, и Еврубель были его учениками. Кому это интересно, почитайте. Есть в Пушкине дом-музей Чистякова. Поэтому иногда, идя к какому-то преподавателю, художнику, вы, может быть, очарованы его манерой, и вам хочется научиться какой-то манере художественной. Ну, можно так делать, да, но, в принципе, это всегда будет подражание. Подражание, по идее, должно пройти с определенным возрастом. Поэтому иногда очень сильный художник своей манерой может буквально задавить или клонировать своих учеников, которым будет в дальнейшем очень сложно потом оправиться от этого творческого влияния. Поэтому не всегда это благо сильный художник, который является вашим преподавателем, не всегда. Главное, наверное, все-таки, что должен преподаватель развить, это вкус, какое-то умение видеть что-то по-новому. все-таки в искусстве это важно. Ну, не просто новизна ради новизны, а все-таки новизна как некая индивидуальность. Индивидуальность внутренняя, которая находит выражение во внешнем пластическом проявлении, наверное, важно вот это. И тут, конечно, надо каждому буду работать с самим собой, но процесс обучения тут надо понимать что и как и где вы можете взять в свой багажник, в свою копилочку. Поэтому образование, конечно, быть должно, но не обязательно оно должно быть таким. Врубель, насколько я знаю, не закончил. Диплома у Врубеля нет. Да, то есть все-таки не все выдерживали то количество лет, которое предполагает обучение, и кто-то срывался и начинал делать какие-то вещи гораздо раньше, поскольку у всех развитие идет какими-то своими темпами, и любое учебное заведение это все-таки структура, это программы, и многие очень болезненно вписываются в какие-то жесткие рамки, следуют им выполняют требования, тут, конечно, варианты возможны. Ну, дерзайте в любом случае, если вы собираетесь поступать, я думаю, стоит прийти, познакомиться со многими учебными заведениями, почувствовать дух, какой он есть, атмосферу, возможно пообщаться с какими-то студентами, вообще время юности это время тусовочное, поэтому пожелаю всем удачи, возможно, эти двери откроются для вас, и вы будете открывать их ежедневно во время учебы, почему нет, ага, Санкт-Петербург он создан для этого. Спасибо всем за просмотр, если вам такой формат виден и интересен, то подписывайтесь, с вами была Светлана Романова, до новых встреч в Санкт-Петербурге, всего доброго, пока-пока. Санкт-Петербурга, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok